И снова наша съемочная группа побывала на расширенной сессии Совета сельского поселения, на этот раз Протокского. Глава поселения, подытоживая сделанное, отчитался перед депутатами и жителями о том, что удалось сделать и как выполнено все намеченное в минувшем году. Расширенная сессия Совета Протокского сельского поселения прошла в зале Сельского дома культуры. На мероприятии присутствовали депутаты Совета, а также приглашенные жители поселения, общественники. В отчетном докладе были озвучены убедительные факты и цифры достигнутого. В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой стабильности в поселении проводилась взвешенная бюджетная политика, направленная на реализацию мер по сохранению и увеличению налогового потенциала. В докладе главы было сказано, что за 2022 год поселениям выполнены плановые показатели по формированию бюджета. Особое внимание – взаимодействию с населением. Здесь постоянно держат руку на пульсе жизни. Население особенно велик запрос на прямой диалог с властью. Мы должны слушать и слышать людей. В этом залог наших успехов. И мы благодарны всем, кто обращается в администрацию поселения напрямую, сообщает о путарских проблемах, подсказывает новые решения. На личном приеме главы сельского поселения было принято 36 жителей, поступило 17 письменных обращений. Основные вопросы – оказание помощи в решении бытовых проблем, вопросов жилищно-коммунального хозяйства, споров с соседями, ремонту дорог. По результатам обращений решены 12 вопросов, даны разъяснения по 41 вопросу. Тема дорожного хозяйства стала первой по активности обсуждения с жителями поселения. Качество дорог, их ремонт и содержание в центре внимания. В течение года в хуторах Бронниковском и Нищедимовском велась планомерная работа по содержанию дорог. Был выполнен ямочный ремонт дорог с асфальтно-бетонным покрытием. На улицах хуторов поселения уложены 2175 кубических метров щебня различных фракций. Проведено гранирование более 6 километров дорог с щебеночным исполнением на общую сумму 648 тысяч рублей. За счет субсидий скрового бюджета по программе развития сельских территорий и средств местного бюджета на общую сумму 2 миллиона 204,1 тысяч рублей было выполнено строительство первой очереди тротуара по улице Школьной в хуторе Бронниковском. Начато строительство и был близки к завершению тротуара в хуторе Нищедимовском по улице Безымяна на сумму более 3 миллионов рублей. Для обеспечения безопасности дорожного движения приобретены установлены дорожные знаки на сумму 15 тысяч рублей. Нанесена дорожная разметка на дорогах с асфальтно-бетонным покрытием 140 тысяч рублей. Проведен ремонт светофоров на пешеходных переходах ведущих школам на сумму 62,2 тысячи рублей. Глава поселения отметил, что благоустройство это не только финансы, но и человеческий фактор. Красивые чистые хутора это заслуга жителей и от того, как они ухаживают за своими домовладениями, зависит внешний вид самого хутора. Глава Славянского района Роман Сенеговский положительно отозвался об отчетном докладе, где все было представлено четко и ясно. Мне очень понравился доклад Евгения Викторовича, понравился чем, что он правильно структурирован по полномочиям, конкретно показал, какими силами сделано, что сделано. Поэтому, наверное, и в работе, по идее, так и должно быть. Четко, качественно то, что надо делать, то власти должна делать. Роман Сенеговский сказал, что нужно использовать все возможности, чтобы улучшать благоустройство сельского поселения. Мы, конечно же, стараемся, чтобы какие-то программы на каждой территории у нас работали. И вот из услышанного совместно мы с Евгением Викторовичем, с командой занимаемся, это очистными сооружениями, о которых вы услышали. Стадион, значит, в рамках плана, который мы наметили, вот скоро заработает. Конечно же, хочется, чтобы устраивало всех, где-то и детей, где-то и взрослое население, и мужчин, и женщин, чтобы у нас не было, никто не было в делю. Уже, не знаю, лет, наверное, 5-7 назад мы отремонтировали вот ваш спортивный зал, который здесь работает, сейчас вот стадион. Пристадионные помещения на стадионе в хуторе Бараниковском буквально преобразились после капитального ремонта. Глава района подчеркнул, что благодаря успешной реализации намеченного в рамках имеющихся программ удается добиться зримых успехов в муниципалитете. Блоустраивать населенные пункты нам помогает национальный проект «Жилье и городская среда», программа «Инициативное бюджетирование и комфортная среда», по которой поселения за год получили свыше 200 миллионов рублей. Средства были направлены на разные объекты. Так, в хуторе Коржевского продолжается область строительства парка, сделана велосипедная дорожка. В хуторе Бараниковского установлены две детские площадки. В поселке Солхозном обустроена спортивная площадка. Но самое масштабное область строительства выполнена на набережной Шлавянский на Кубани. Сохранена и улучшена зеленая зона, сделан красивый кованый парапет, современное освещение, установлены колонады, скамиды для отдыха. Затем жители поселения смогли задать вопросы представителям власти. Прежде всего, они касались качества дорог и получили на свои вопросы подробные ответы. Работа главы протокского сельского поселения на сессии была признана удовлетворительной. Здесь и в нынешнем году запланировано много хорошего в части благоустройства. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Продолжение следует...